Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 31 мая, Православная Церковь совершает память святого мученика Феодота и святых мучениц семи Дев, Тикусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры и Ефрасии. Святые жили во второй половине третьего века в городе Анкире Галатийской области и мученически скончались за Христа в начале четвертого века. Святой Феодот был корчемником, имел свою гостиницу, был женат. Уже тогда он достиг высокого духовного совершенства, соблюдал чистоту и целомудрие, воспитывал в себе воздержание, покорял плоть духу, упражняясь в посте и молитве. Своими беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, а грешников к раскаянию и исправлению. Святой Феодот восприял от Господа дар исцелений и врачевал больных возложением на них рук. Во время гонения императора Диоклетиана на христиан в город Анкиру был назначен известный своей жестокостью правитель Феотекн. Многие христиане бежали из города, оставляя свои дома и имущество. Феотекн оповестил все христиан, что они обязаны принести жертву идолам, в случае же отказа будут преданы на мучения и смерть. Язычники приводили христиан на мучения, а имущество их расхищали. В стране наступил голод. В эти суровые дни святой Феодот в своей гостинице давал приют христианам, оставшимся без крова, питал их, скрывал подвергшихся преследованию и своих запасов давал в разоренные церкви все необходимое для совершения божественной литургии. Он бесстрашно проникал в тюрьмы, оказывая помощь невинно осужденным, убеждая быть до конца верными Христу Спасителю. Феодот не страшился погребать останки святых мучеников, тайно унося их или выкупая за деньги у воинов. Когда в Анкире христианские церкви были разорены и закрыты, божественную литургию стали совершать в его гостинице. Сознавая, что ему тоже предстоит мученический подвиг, святой Феодот в беседе со священником Фронтоном предсказал, что ему в скором времени доставят мученические мощи на место, выбранное ими обоими. В подтверждение этих слов святой Феодот отдал свой перстень священнику. В то время смерть за Христа приняли семь святых дев, из которых старшая святая Тикуса была теткой святого Феодота. Святые девы Тикуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Ефрасия с юных лет посвятили себя Богу, жили в постоянных молитвах, посте, воздержании, добрых делах и все достигли старческого возраста. Приведенные на суд как христианки, святые девы мужественно исповедали перед Феотекном свою веру во Христа и были преданы истязаниям, но остались непоколебимыми. Тогда правитель предал их бесстыдным юношам на осквернение. Святые девы горячо молились, прося у Бога помощи. Святая Тикуса упала к ногам юношей, сняв головное покрывало, показала им свою седую голову. Юноши опомнились, сами заплакали и ушли прочь. Тогда правитель повелел, чтобы святые приняли участие в праздновании омовения идолов, как это совершали языческие жрицы, но святые девы снова отказались. За это они были приговорены к смерти. Каждый на шею был привязан тяжелый камень, и все семь святых дев были утоплены в озере. Следующую ночь святая Тикуса явилась во сне святому Феодоту, прося достать тела их и похоронить по-христиански. Святой Феодот, взяв с собой своего друга Полихрония и других христиан, направился к озеру. Было темно, и путь указывала горящая лампада. Между тем, перед стражей, поставленной язычниками на берегу озера, явился святой мученик Сасандр. Устрашенная стража обратилась в бегство. Ветер отогнал воду на другую сторону озера. Христиане подошли к телам святых мучениц и увезли их к церкви, где и предали погребение. Узнав о похищении тел святых мучениц, правитель пришел в ярость и приказал хватать без разбора всех христиан и предавать их мучениям. Был схвачен и Полихроний. Не выдержав истязаний, он указал на святого Феодота как виновника похищения тел. Святой Феодот стал готовиться к смерти за Христа и, вознеся вместе со всеми христианами усердные молитвы, он завещал отдать его тело священнику Фронтону, которому ранее отдал свой перстень. Святой предстал перед судом. Ему показали различные орудия мучений и вместе с тем обещали большие почести и богатства, если он отречется от Христа. Святой Феодот прославил Господа Иисуса Христа, исповедал свою веру в Него. В ярости язычники предали святого продолжительным истязаниям, но сила Божия поддержала святого мученика. Он остался жив и был отведен в темницу. На следующее утро правитель вновь приказал истязать святого, но вскоре понял, что поколебать его мужество невозможно. Тогда он повелел отсечь голову мученику. Казнь совершилась, но поднявшаяся буря помешала воинам сжечь тело мученика. Воины, сидя в палатке, остались стеречь тело. В это время священник Фронтон проходил близлежащей дорогой, ведя осла с поклажей вина из своего виноградника. Около места, где лежало тело святого Феодота, осел вдруг упал. Воины помогли поднять его и рассказали Фронтону, что стерегут тело казненного христианина Феодота. Священник понял, что Господь промыслительно привел его сюда. Он возложил святые останки на осла и привез их на место, указанное святым Феодотом для своего погребения и с честью предал земле. Впоследствии он воздвиг на этом месте церковь. Святой Феодот принял смерть за Христа 7 июня 303 или 304 года, а воспоминается его память 18 мая по старому стилю в день смерти святых дев. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых отцов Семи Вселенских Соборов и преподобного Макария Алтайского, мучеников Симеона, Исаака, Вахтисия, мучеников Ираклия, Павлина и Венедима, мучеников Давида и Теричана, отроков, святого Михаила Виноградова, исповедника Пресвитера, священномученика Василия Крылова, Пресвитера. Совершается празднование иконе Божией Матери, именуемой Споручницам Грешных. Все, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова